По банальному, но вкусному и полезному. Сырнички, пачка творога, одно яйцо, мука, сахар, соль, ванилинчик. Приступаем. Короче, Валя. 100 миллионов лет назад я ела сырники, забыла вкус их уже однако. Так, сейчас немножко подвину. Все на глазик, наблюдайте. 4 чайные, 2 столовые, значит. Ой, что такое за хрень. Щепотка соли. Ну тут на любителя, кто любит сладкие, кто соленые, добавить можно. Изюм там, еще какой-нибудь фигни. На любителя, заячки мои. Размешиваем. Чичательно. По-моему, одного яйца мало будет. Еще за одним бежим. Курочка снесла яичко. И так, короче. Размешиваю. Размешали. Добавляем муку. На глазочек. Ванилинчиком. В муку. Чуть-чуть. У меня не ванильный сахар, ванилин. Поэтому берем совсем немножко. Ой. На кончике ножа. Размешиваем и смотрим консистенцию. У нас должна быть творожная масса, а не мучная. Творожную массу всегда тяжело вымешивать руками, потому что она липкая. Поэтому нужно как-то приноровляться. Размешиваю. Я добавлю еще сахарком, потому что я люблю сладкие. Идем столовую ложку, размешиваю. Хочу заметить, тесту надо немножко постоять. Ну, хотя бы минут 10. Ну, его нафиг. Короче говоря. Так-с. Теперь нам нужно формовать наши сырнички. Для этого мы насыпали вот сюда вот. Муки. Теперь я беру ложку творога. Вы видели, да? Сначала я ее мукой изъерзала. Теперь я беру ручки и аккуратно над мукой формую кусочек. такой, как вам нравится. Кругляшики, квадратики, треугольнички, как хотите. Предлагаю здесь немножко насыпать муки, чтобы у вас сырнички. Так-с. Учитывая, что очень мягкие получились. Ну, потому что муки мало положила я. Так. Следующий этап. И вот таким, короче говоря, маркаром готовим сырнички. Можно, конечно, сразу на сковородку. Ну, я уже, коль начала, так мне проще так на камеру, потому что я же не могу постоянно. Вот руки будут такие у меня. Не заморачиваюсь я. Сильно не леплю, так вот как. Так. Вы это можете делать по-своему. Умничать не надо. Каждый делает по-своему. Мне не принципиально. Мне принципиально, чтобы они были вкусные. А дело поменьше, ну ладно. Как всегда, короче говоря. Продолжаю. Сковородочку на плиту. Наливаем маслице. И ждем нагрева. Итак, друзья, по-моему, нагрелась уже. Точно не могу сказать. Так. Ну и что я муку убрала? Блин, раззява. Ну что, теперь сложно мне брать, потому что они у меня же нежные очень получились. Ну ладно, теперь по-новой формуем, короче говоря. А что делать? Я уж показывать вам не буду, потому что двигать туда-сюда, вот вам не надо. Немножко расстояния. Хочу, чтобы они вошли, конечно, у меня. Ну, в сковородку. Потому что... Сколько тут? Чего там? Четыре. Сейчас спихнем. Запихнем. Они расползлись немножко, делаем поменьше. Вот. Вот. Надо сразу делать на сковородку, на сковородку. Тогда проблем не будет. когда ты сразу формуешь и делаешь на сковородку. Лучше это делать быстренько и это... Одним, как говорится, движением. Так, у меня еще два. Надо, чтобы урезала. Дальше. Последние совсем морожки получились. Ну, вот так. Так, давайте. Дракушки мои. Дракушки, дракушки. Ну, вот и все. Теперь жаримся. Пахнет уже вкусно ванилинчиком. Флород и ванилин это удивительное сочетание. Кстати, хочу поделиться с вами своим открытием. Я делала заказ и пирожное типа картошки делала лимонное, да, и мне нечем было соединять крошку. Я сделала зановной крем. Вот. Ну, я там осталась и я взяла и поставила в мор... Ой, господи. Поставила в морозилку его. А потом достала. О! Блин, друзья, это нечто. Это просто нечто. Мороженое получилось просто необыкновенно вкусное. Это просто. Поэтому предлагаю, кто хочет домашнего мороженого, быстро, 10 минут вы повозитесь кремом заварным. У меня на канале где-то есть, я не помню. Торт полена или осенний листопад. Короче, найдете. У меня со сливочным маслом. Ну, взбитое в конце сливочное масло там добавлено. Вот. И, короче говоря, это такое вкусное мороженое получилось. Это просто объедение. Сам по себе этот крем очень люблю. Просто обожаю. Это мой любимый крем заварной. Теперь буду все время готовить для любой возможности. На 2 яйца 200 грамм молока с муки там пол, через 1 стакана, 1 третья стакана. И вообще супер получается. Вот такое мороженое я изобрела непроизвольно, друзья мои. Вот так вот. Короче, бара. Рановато я перевернула. Потому что четверку включила. Столковка. Ну, середина-то понятно. Она быстро жарится. Сковорода очень старая. Очень, очень старая сковорода. И очень, очень вкусные будут сырники. Об этом даже не стоит спорить. Жарим. Так, смотрим, что у нас там. Чтобы вкусненькие получились, красивенькие. Ой, ну что это такое вообще? Блин. Я уже на шестерку включила, чуть совсем не пашет. Ну ладно, будем ждать пока посильнее поджарится. Да, хочу сказать, никогда, уже выключить питом, никогда не добавляйте в сырники соду. Это отвратительный вкус. Фу! Они получаются какие-то пустотелые такие, и сода с творогом вот реально вообще не сочетаются. Не извращайтесь в классические рецепты и не более того. Ну все, друзья, классика жанра горячие конечно ну что поделать вот он настоящий сырник тесто не должно тянуться на нем потому что муки практически не должно быть как и вкусно реально пожарить у него романом она камера флоток не переделал кутин ладенка люблю друзья классический рецепт ставьте лайки быстро вкусно и полезно хорошего доброго дня благодати и радости бытия до встречи пока пока счастливо